В одном интервью обо всем все мысли наши не расскажешь, я такой же житель. Если у меня когда-нибудь будет свободный выходной день, я найду, куда мне пойти. У нас еще работы хватает. У нас даже в бюджете не было просчитано тех трат, с которыми мы столкнулись. Извините меня за мой женский характер. Проезжая по хорошим дорогам, никто не будет меня ругать. То, что город развивается, не может не радовать. Как он развивается, безусловно, есть определенный вопрос. То, что он у нас по периферии развивается, наверное, это не совсем правильно. Застройщики заходили на свободную территорию, где можно было спокойно, без проблем настроить. Но на сегодняшний момент и этот у нас ресурс исчерпывается. И поэтому, хотим мы или не хотим, мы будем развиваться уже внутри нашего города. Да, мы не должны допустить деградации, в том числе и исторического центра. Поэтому и наши усилия во многом, и усилия губернатора, усилия правительства направлены в том, что сохранить исторический центр. Принять правильное, грамотное решение по реновации исторического поселения, чтобы здесь было комфортно, удобно, красиво жить с сохранением истории, сохранив нашу историческую память, сохранив нашу уникальность нашей территории. Поэтому вопрос такой многогранный. Конечно, в одном интервью обо всем все мысли наши не расскажешь. Но сейчас, да, наверное, мы будем развиваться уже внутри города. Сейчас мы будем развивать вот так называемые курты, территорию устойчивого развития, когда наши двухэтажки, которые были построены в довоенный год, в послевоенный, ну пришло время уже и моральный износ, и физический износ. По факту это все уже аварийные дома, конечно, там должно возникать новое строительство, новое современное жилье, новая современная инфраструктура с дорогами, с детскими садами, с поликлиниками и многое другое. Это тот наш потенциал, который, безусловно, надо максимально использовать. Это очень важно, это очень востребовано. И даже, в отличие от того, что я глава города, я такой же житель, мне также необходимо видеть красивое, благоустроенное пространство. Я должна понимать, что если у меня когда-нибудь будет свободный выходной день, я найду, куда мне пойти с семьей, с друзьями, что мне будет приятно смотреть, что я буду гордиться той или иной территорией. И, конечно, формирование комфортной городской среды, один из национальных проектов, одно из направлений, достаточно активно развивается, как мне кажется, как я оцениваю. И каждый год мы повышаем планку. Мы сами учимся. Я вспоминаю наши первые проекты, которые мы реализовали в 2018 году, и какие мы реализовали в 2021 году. Это два крупнейших пространства, знаковых пространств, в моем понимании. Это вертолетка и это сад баланса. Мне очень хочется, чтобы к этим территориям люди относились так же, как и я, потому что я влюблена в эти территории. Туда было много вложено сил, энергии, идей. Мы бесконечно спорили. Я была на этих объектах. Я видела, как они день от дня преображаются. И вот я понимаю, что если человек, придя на благоустроенную территорию, сам в нее влюбится, он будет ее беречь. И это тоже вот такой наш стратегический посыл, что чем лучше мы сделаем, тем дольше это сохранится. Чем более качественным материалом мы будем использовать. Чем правильнее угадаем идеи, которые нам озвучили жители в своих предложениях, тем более востребованная будет территория, тем дольше она проживет, тем лучше будет смотреться наш город. Обязательно должна сказать слова благодарности и признательности нашим жителям, потому что все проекты мы выбираем по рейтинговому голосованию. И итоги рейтингового голосования 2020 года показали, насколько наши жители активны. Проголосовало более 200 тысяч жителей Самары. И это самая большая численность по России. У нас запланировано 5 пространств. Не все они большие достаточно. Но, тем не менее, их реализация будет интересной. Это первый этап парка «Молодежный». Очень активно в том году на этой территории работали нас молодые люди, продвигали этот парк и победили в рейтинговом голосовании. Это будет первый этап благоустройства Воронежских озер. Тоже давно на слуху эта территория была. Но, к сожалению, пока было рейтинговое голосование, предыдущие три года, в Воронежские озера уходили нас там в десятку. А это вот они заняли четвертое место, если я не ошибаюсь. Будут благоустроенные территории в Кировском районе, будет благоустроенная территория в Красноглинском районе. Сквер Куйбышево, но он не очень большой по площади, но жители за него проголосовали достаточно активно. Поэтому по справедливости мы будем делать его в следующем году. И про вертолетку у нас, конечно, я надеюсь, что история не закончена. Сейчас мы благоустроили ту территорию, которую мы могли благоустроить по закону. То есть это наша территория. Сейчас мы очень надеемся, что будем эту территорию развивать. Там очень хочется сделать что-то наподобие концертной площадки, потому что нас люди об этом просили, чтобы мы могли выступать у нас артисты на фоне прекрасных видов, какие-то камерные концерты проводить. Безусловно, хочется, чтобы тот ресторан, который там находится, несколько изменил свой вид. Убеждена, что это получится. Все-таки место такое знаковое, чтобы люди могли получать удовольствие, даже проводя свадьбы, даже проводя какие-то встречи, семинары, насыщаться тем пространством, которое открывается с вида. По Ленинградскому уже в этом году приступили, если вы не заметили. От улицы Куйбышева, туда вниз к Волге, мы уже заменили там плеточное покрытие, асфальтовое покрытие. В следующем году мы на другую часть Ленинградской не переходим, но уверен, что в 2023 году мы и приступим. По Куйбышеву, если вы видели, мы все-таки убрали все лишние провода, теперь у нас есть возможность смотреть на небо. Мы заменили фонари, мы заменили сейчас новогоднюю подсветку, меняем тротуары, пытаемся ее максимально озеленеть, не очень там нам позволяет пространство, но то, что позволяет, мы закупили туи, 50 штук таких уже взрослых деревьев, в следующем году планируем поменять и уже вот эти деревья, которые у нас растут в этих маленьких роботках. В том году 50 лип посадили, но у нас еще работы хватает. Прошел конкурс на концепцию развития пятой очереди набережной. Я просто напомню, что вот такое поручение мы получили от Дмитрия Игоревича на послании. И, откровенно говоря, с радостью приступили к исполнению, потому что действительно назрела необходимость, просто смелости все не хватало. Все понимали, насколько серьезный проект, насколько финансово затратный проект, с какими сложностями возможно столкнуться. Речь идет и о частных владениях, речь идет и о достаточно серьезных таких технических решениях. Но, тем не менее, вот концепция проведена, определенно один из победителей. У нас было одно первое место, два вторых, три третьих места и при зрительских симпатии. И могу сказать, что при зрительских симпатии и первое место, которое было присуждено к профессиональному жюри, они совпали. И сейчас на основании вот этой концепции разрабатывать техническое задание для того, чтобы мы уже зашли на проектирование пятой очереди набережной. Ой, трудно мне анализировать. 2020 год – это когда мы впервые зашли вот в эту пандемию, когда мы были совершенно к ней не готовы, когда на первых этапах мы даже не могли анализировать происходящее. У нас даже в бюджете не было просчитано тех трат, с которыми мы столкнулись. Это дезинфекция пространства, это покупка рециркуляторов, это исполнение всех требований Роспотребнадзора и многое-многое другое. Конечно, вот в этом, наверное, 2020 год был сложнее. Но по ситуации с заболеваемостью, конечно, 2021 год во многом отличается от 2020, и он был в разы тяжелее. Я про бюджет всегда очень аккуратно говорю, потому что всегда боюсь в гласе. Я не знаю, извините меня за мой женский характер. Да, несмотря на пандемию, мы, в общем-то, свои плановые показатели выполнили в этом году. Бюджет на 2022-2023, планы 2023-2024 год приняты. Опять мы приняли бюджет пока без федерального и регионального софинансирования. Но, тем не менее, у нас 2022 год это 17300, 2023 год 18400 миллиардов рублей. Поэтому, конечно, мы прирастаем. И если будет больше, мы будем только рады. Здесь нам действительно есть чем и похвалиться, и, в общем-то, и погордиться. Мы исполняем все показатели этого национального проекта. Кроме того, вот в этом году у нас вся ремонтная работа завершена в полном объеме. Муниципальные контракты исполнены. Кроме того, мы на одну треть превысили свои плановые показатели самостоятельно. Более 66 километров дорог у нас отремонтированы. И, конечно, мы ремонтируем в первую очередь дороги и по предписанию надзорных органов, и оцениваем сами состояния дорог. Но, безусловно, это просьба жителей, обращение жителей. В обязательном порядке мы включаем это вот в ремонт. У нас в национальных проектах мы ремонтируем не только уличную дорожную сеть, мы ремонтируем и внутриквартальную территорию, дворовые территории, что тоже немаловажно. И делаем это достаточно активно и в больших объемах. И, мне кажется, это заметно жителям. Потому что раньше таких объемов, я говорю, как бывший сотрудник администрации женно-дорожного района, как бывший глава администрации женно-дорожного района, таких объемов не было никогда. Мы продолжаем проспект Кирова. У нас в планах советская армия, физкультурная, магистральная, товарная, Аврора, Гагарина, проспект Кирова, Ставропольская, Свобода, Каховская. Это только начало. Они какие-то будут комплексно отремонтированы, какие-то будут картами свыше 100 погонных метров. Но, тем не менее, в любом случае мы используем современные материалы, что дает нам надежду эксплуатации в такой больший период времени. И используем все новые материалы и новые технологии. Это требуется по национальному проекту. И мы этого совершенно точно жестко придерживаемся. Поэтому на долгие годы, я убеждена, хватит в качестве этих дорог. Износы коммунальных сетей и водопроводных, и канализационных, и тепловых сетей более чем серьезны. Где-то 75%, где-то 70%. И если раньше мы перекладки делали и пытались уложиться в нормативу, там 4%, то сейчас, когда по тепловым сетям мы перешли на модель альткотельную, у нас появились достаточно серьезные инвестиции. И мы тратим огромные деньги на перекладку сетей. И это видно по цифрам. Если в 2019 году мы израсходовали 1 миллиард рублей, то в 2020-2021 – 5 миллиардов рублей. И это, говорит, мы переложили 44 километра сетей. И кроме того, кроме магистральных сетей мы меняем в том числе и квартальные сети. То есть сделаем это комплексно. Делаем это тоже по новой технологии. На трубах установлены датчики слежения, которые могут отслеживать там какие-то порывы. То есть в дальнейшем, кроме качественной поставки тепла, не будет вот таких колоссальных разрывов, раскопок. И даже если будет какое-то повреждение, эти датчики позволяют нам определить повреждения в радиусе метра. То есть вот уже на будущее будет легче. Да, я понимаю все издержки. Да, я понимаю, что люди возмущаются. И я сама возмущена. Но если подумать и оценить, то станет понятен масштаб проделанной работы. Потому что мы сейчас вкладываем все в будущее. Очень серьезно. И в ближайшие несколько лет, я надеюсь, что мы максимально переложим все наши аварийные трубы, и уже не будет этих раскопок. Да, надо потерпеть. Никому это не нравится, но давайте понимать, что это делается прежде всего для жителей. В ремонтный сезон мы практически уместились. И перекладки в основном были завершены. И отопительные сезоны вошли временно. Если были где-то проблемы, то собирались временные схемы, которые потом перешли на постоянные. Жители, в общем-то, этого даже не заметили. Да, у нас были проблемы с подрядчиками, которые должны восстанавливать благоустройство. И здесь я признаю это. Очень долго искали подрядчиков. И, в общем-то, не все подрядчики качественно выполняли свою работу. И у меня каждый понедельник и среду разборка по каждому отдельному вскрытию. Но, увы, у нас остаются еще и аварийные вскрытия. Мне так трудно всегда выбирать. И хвалиться как-то тяжело. Конечно, мне греет душу и вертолетка, и сад баланса. Я понимаю, что мы это сделали качественно. И мне за этой территорией точно не стыдно. Мне очень импонирует то, что мы сделали большое количество ремонта дорог. Я понимаю, что это тоже улучшает комфорт наших жителей. И, проезжая по хорошим дорогам, никто не будет меня ругать. Я понимаю, что любой человек, который руководит городом, руководит регионам, априори не будет всегда стопроцентно хорошим. Всегда будет и критика. Где-то обоснованная, где-то необоснованная. Но это наша работа. Поэтому нужно дело развивать город.